Привет, студент! Это программа о тех, для кого май это не прекрасные солнечные денёчки, а приближение сессии. Но сегодня о сессии ни слова. С вами мы, Миша Кравицкий и Аня Аксёнова. И вот о чём мы расскажем вам в этом выпуске «Альма-Матер». Централизованное тестирование. Первый шаг навстречу поступлению и о чём должен помнить абитуриент. Далее в программе. Нитраты виноваты? Чистоту воды в колодцах изучают студенты университета имени Кулешова. Шестой школьный день. Как школьники проводят субботу? Узнаете в ближайшие 15 минут. Абитуриенты считают дни до главных экзаменов. Большинство уже выбрали будущую профессию и проштудировали сайты вузов, чтобы определиться, куда всё-таки поступать. Запись на централизованное тестирование уже идёт. Наш корреспондент Кристина Каранкевич побывала в пунктах регистрации и узнала, что ждёт абитуриентов в этом году. В Белорусско-Российском университете с утра поток ребят. Без пяти минут абитуриенты спешат зарегистрироваться на централизованное тестирование. Думаем поступить в Кулешова. Подавали заявки на русский язык, историю Белоруссии и биологию. Ну, надеемся, поступим. Вдруг удача всё-таки нам улыбнётся, и мы будем опять абитуриентами. Что значит опять? Ну, мы уже почти заканчиваем колледж искусств, поэтому продвигаемся дальше, чтобы было высшее образование. Занимались где-то дополнительно репетиторы? Да, я занималась репетитором по-русскому, по истории. Вот, ну всё, такого больше ничего. Так, ну а специальность какая? Куда поступаем? Я поступаю совершенно на другую. Я поступаю в Белорусский государственный университет. Подавала заявку на общество ведения русский языка и английский язык. Вот, буду поступать на юридический факультет. В прошлом году в БРУ выдали почти 32 тысячи пропусков на ЦТ. Сейчас выдано уже 15 тысяч. На последние дни такой ответственный в жизни шаг школьники не откладывают. Паспорт в руки и в приёмную комиссию. Кстати, особенность нынешней вступительной кампании. Оплата за сдачу тестирования производится через систему ЕРИП. В прошлом году для каждого пункта тестирования был свой счёт. И поэтому сколько пунктов тестирования, столько счётов. Это было неудобно для абитуриента, потому что сначала нужно было разобраться, в каком пункте тестирования какие предметы закреплены, соответственно, на тот пункт тестирования платить. Понятно, что если, например, в Могилёве три пункта тестирования, то были такие случаи, когда нужно было три счёта оплачивать и регистрироваться. Ну, в этом году сделали единый счёт, но немножко изменили порядок регистрации. Схема проста. Абитуриент приходит в пункт регистрации, подаёт заявление. Информация вносится в базу данных участников централизованного тестирования, которое связано с ЕРИПом. Затем вам выдают индивидуальный лицевой счёт, с которого и оплачивается сдача тестирования. За каждое испытание по 21 тысяче. Оплатить можно по старинке в банке. Более продвинутые платят через инфокиоск. После оплаты возвращаетесь в приёмную комиссию и получаете пропуск. Если у вас подключен мобильный или интернет-банкинг, то оплатить за централизованное тестирование можно прямо здесь, на месте. Информация об оплате появится в системе у оператора, и абитуриенту выдадут пропуск. Всё очень легко и удобно. И в приёмную комиссию ходить дважды не нужно. Костя так и сделал. Ходить дважды нет времени, говорит парень. Надо же готовиться к тестированию. С собой в аудитории можно проносить только пропуск на нужный предмет. Паспорт, чёрную гелевую ручку. Если вы что-то принесли лишнее, оставляйте, пожалуйста, всё в квартир. Вот на обороте пропуска у нас много полезной информации, которую вы не поленитесь дома, прочитайте. Я буду сдавать русский, математику и физику. Это какая специальность? Где? Я хочу пойти работать в МЧС и поступаю в Минскую академию. Ну а самого централизованного боишься? Все боятся, я боюсь. Ты с репетиторами занимался или сам? У меня есть репетитор по физике и хожу на дополнительные по математике. Среди предметов, на которые идёт регистрация по популярности, лидирует русский язык, затем идёт математика. В Могилёвской области на ЦТ регистрируют в семи учебных заведениях. В каждом пункте регистрации на централизованное тестирование абитуриент может зарегистрироваться на любой предмет любого пункта тестирования страны. В июне месяце предметы будут разделены между пунктами проведения централизованного тестирования. Например, в МГУ имени Кулешова проводится тестирование по четырём предметам. Это русский язык, белорусский язык, история Белоруссии и биология. Регистрация на централизованное тестирование длится до 1 июня включительно. Испытания пройдут с 13 по 27 июня. Резервный день 5 июля. На него регистрация будет проходить с 28 июня по 1 июля. Удачи! Как только испытания начнутся, мы обязательно побываем на ЦТ и узнаем, как справляются с заданиями абитуриенты и насколько сложной была для них подготовка. А сейчас о событии, которые не советуем пропускать. В эти выходные в Могилёве состоится финал первого областного фестиваля молодёжи под названием «Разом». Зрители увидят яркий мотопробег. На площади Славы и ближайших улицах будут работать фотосушка, выставки оружия, спортивные, игровая и экстрим-площадки. А ещё пройдут мастер-классы по интерактивному уличному театру и откроется арт-настерская, где будут работать художники-граффитисты, художники по аквакриму и мехенди. Жители и гости Могилёва видят показательные выступления роты почётного караула, служебных собак, выступления паркурщиков, граффитистов, воркаутеров и лучших танцовщиков Могилёва. А вечером всех ждёт благотворительный концерт известных артистов и фаер-шоу. Лично я это событие не пропущу. Если вам интересно провести субботу весело, ждём на фестиваль молодёжи 21 мая в Могилёве на площади Славы. О том, как пройдёт это событие, мы обязательно расскажем в ближайших выпусках Альмамата. А сейчас время полезных идей. Рубрика «Лайфхак». Всем привет! Сегодня я расскажу вам ещё одну простую и, главное, полезную идею из разряда «Упростить быт». Мы сделаем джинсовую сумку для хранения телефона и его зарядки. Для сумки нам понадобятся карманы старых джинсов и немного джинсовой ткани для ручки сумки и её украшения, а также нитка с иголкой и ножницы. Первым шагом вырезаем кусочек ткани для ручки и пришиваем его к уголкам кармана. Можно обжечь края джинсовой ткани, но мне, например, нравится немного небрежно обрезанная ткань. Остаётся только украсить наш кармашек бантиком и сумка готова. Наиболее удобно использовать её для зарядки телефона. Свои идеи присылайте в нашу группу ВКонтакте. А сейчас вопрос к школьникам. Как вы с одноклассниками проводите шестой школьный день? Ещё во времена Советского Союза шестидневка была нормой. Но сейчас некоторые считают её дополнительной нагрузкой. Наш корреспондент Илья Соболев узнал, чем занимаются дети в субботу и какими они сами видят свои идеальные выходные. В сторону учебники и долой школьную форму. Суббота – день спорта, творчества и новых знаний. Как организовать детский досуг, сделать его полезным и интересным, нам показали во второй гимназии Могилёва. Чем занять себя в шестой школьный день, ребята выбирают сами. Быть может, именно эта сцена для кого-то – первый шаг в театральной карьере. Заодно мальчики и девочки подтягивают родную мову. Сценки мальчишки и девчонки ставят на белорусском языке. Олег, поры с ним молоком. Ну вот, знаешь, он тебе пострадал. Ну вот сейчас вот записался на театральный кружок, начал ходить, попробовал себя в новой роли всё-таки. Начал участвовать в различных спектаклях. Ну, мне понравилось, вот сейчас продолжаю ходить, впрочем. Ну, раньше что было, в общем, ничего почти не было. Сидел дома просто, играл на компьютере, смотрел телевизор. Самое любимое занятие школьников – спортивные игры. Здесь эмоции бьют через край. Иногда компанию детям на Спортландии составляют родители и учителя. Мы очень часто проводим спортакиады, и на них присутствуют все учителя, конечно же, поддерживают нас. Мы ходим на дополнительные занятия. У нас тут могут быть какие-нибудь спортивные мероприятия, или же мы посещаем школьную библиотеку. В общем, нам интересно тоже в шестой школьный день, есть чем заняться. А ещё в шестой школьный день можно получить дополнительные знания по любимому предмету, например, английскому языку. Форма занятия не похожа на обычный урок. Ребята и преподаватель просто беседуют. Ведь в изучении языка – главная практика. Гады, интересные шарады, кроссворды. Нам обычно дают всякие интересные задания. Но мне как бы больше нравится вот конкретно увлекательность этих уроков. Это довольно-таки интересно, когда ты сам ищешь что-то, и ты сам знаешь, о чём ты будешь рассказывать, и также тебе интересно послушать, что будут говорить тебе другие. А вот так проводят утро субботы самые маленькие школьники. Вооружившись ножницами, клеем и разноцветной бумагой, дети создают свои шедевры. Мы любим очень вырезать, что-нибудь там интересное делать, играть, веселиться, зарядку делать. Шестой школьный день – это общение и увлечение. От уроков и домашних заданий ребята уже устали. Но вот на такие занятия в школу дети готовы ходить даже летом. На сегодняшний день, шестой школьный день – это не нагрузка, это интересное времяпровождение. И в нашем государстве, в системе образования сделано всё для того, чтобы шестой школьный день стал спортивным, здоровым, запоминающимся. Я считаю, что он нужен, он интересен, и шестому школьному дню быть. А водички будешь? Спасибо. Фильтрованная, надеюсь? Ну, конечно. И фильтрованная, и дистиллированная, и колодезная. Очищена углём, ультрафиолетом и серебром. Специально для вот таких привилет, как она. Вот про колодезную, Миш, ты зря шутишь. Ты знал, что в колодцах вода может быть опаснее, чем из-под крана? С чего ты взяла? Студенты Могилёвского университета имени Кулешова на эту тему проводят целое научное исследование. Наш корреспондент Веста Смирнова с помощью студентов узнала, где вода с нитратами, а где чистая, как слеза. Здесь есть отметочка, и мы доливаем до этой отметочки нашу пробу. Так. Закрываем пробочкой. С такими, казалось бы, простыми опытами студенты университета имени Аркадия Кулешова сталкиваются ежедневно. Эти ребята заняты серьёзным делом – исследованием нитратов в воде. Молодые учёные берут пробы из колодцев и родников региона, а тест-полоски за минуты определяют, вода живая или мёртвая. Ну, меня эта тема заинтересовала ещё на третьем курсе, когда мы впервые познакомились с самыми тестами, когда мы радостно приносили воду из наших колодцев, проверяли её. И вот эта тема меня заинтересовала, и я решила дальше и дальше уже сама пытаться создавать эти тесты. За такой серьёзный проект взялась не одна. В паре с Валерией и преподавателям ежедневно работают над проектом, который без преувеличения будет полезен всей стране. За основу тестов взяли принцип «максимально быстро, точно и просто». Свои тест-системы мы их создавали сами, с нуля. И поэтому можно сказать, что я прошла весь путь от изучения литературы до создания уже готовых тест-систем. Вот я здесь никаких нитратов не вижу. Вот вода и вода, мне кажется, она чистая. Вот откуда берутся нитраты? Ну, нитраты берутся из азота, который всегда находится у нас в воздухе. И они могут получаться двумя способами. Либо естественным – это удары молнии, либо это у нас бактерии. Нитраты, как правило, появляются в воде из-за хозяйственно-бытовых и промышленных отходов. А ещё стоков воды с сельскохозяйственных угодий, обрабатываемых удобрениями. В каждой области выполняется свой проект. Многие из них взаимосвязаны, некоторые отличаются. Вот на территории Могилёвской области этот проект называется «Сохраним воду для нас и потомков». За один год мы обследовали около 200 колодцев на территории Могилёвской области. Ну и мы проводили такие исследования, чтобы посчитать статистику, много ли колодцев загрязнено нитратами сверх нормы. Такие экологические рейды юные учёные делают регулярно. Ведь с каждым годом статистика меняется. Выезжают на самые известные родники с компьютером, навигатором и реактивами, чтобы отметить на импровизированной нитратной карте мёртвые и живые источники воды. В один из таких рейдов мы отправляемся с Валерией в деревню Лапеничауского района. Проверим местный колодец. Специальный рефлектометр показывает уровень от 3 до 90. Вот здесь, да, да, миллиграмм на литр. Получается, что в колодце нитратов настолько много, что даже прибор просто зашкаливает, не может работать. Но у нас по шкале было видно, что... Около 100. Да, около 100. Такую воду пить нельзя. Для организма она токсична. Чтобы во всём этом разобраться, на все 100 студенты изо дня в день изучали научную литературу и ставили опыты. Всё, чтобы рассказать людям о вреде нитратов и сделать тесты доступными. До последней цели остался один шаг. Это всё, о чём мы хотели вам рассказать. Мы ждём вас в «Альма-Матер» каждые две недели на «Беларусь. Четыре могилёв». И, конечно, заходите в нашу группу ВКонтакте. Пока-пока. Как только испытания начнутся, мы обязательно побывали. Да, да. Как школьники проводят субботу? Узнайте в ближайшие... Одну минуту. Одну минуту. Одну минуту. Одну минуту. Продолжение следует...